здравствуйте сегодня в этом видео мы с вами будем знакомиться с вентиляторами компании silverstone вот такой комплект из трех штук все вентиляторы rgb и комплект называется air blazer 120 и light звучит как алкогольный энергетик так вот он выглядит 4 вентилятора все разные даже с лимка есть на 120 миллиметров и один вентилятор на 160 миллиметров будем на них смотреть будем их замерять погнали начнем с наборчиков light почему они называются light все очень просто во первых они трех пиновые и во вторых они всего на 1200 оборотов насколько они будут производительны при таких оборотах мы конечно это посмотрим но вот меня терзают смутные сомнения сверху сразу мы встречаем брошюрочку очень большую здравствуйте частый гость я ее обычно его обычно прогоняю газовой горелкой окей ладно пусть летает брошюрка на русском языке есть тут написано что для чего что вообще имеется и каких запитывать что у нас в аксессуар очках давайте смотреть смотреть вот все вентиляторы в каждой с каждой в своей коробочке это это признак премиум класса да и вот сама вертушечка что можно сказать по лопастям ну лопасти да я думаю что форма лопастей air balance универсальная форма лопастей потому что не на прессор не на флоу она не похожа что чаще всего собственно и форму вентиляторов такую чаще всего можно встретить в наборах вентиляторных три комплекта саморезов для вентиляторов они почему-то в синих пакетах не знаю почему это очень необычно и контроллер такой маленький симпатичный контроллер на четыре вентилятора смотрите какой малыш с кнопочкой вот здесь без пульта то есть вы сможете регулировать подсветку либо через материнскую плату если у вас материнская плата не поддерживает а rgb то просто вот используйте вот этот контроллер с кнопочкой думаю что там стандартный набор подсветок у вентилятора два провода жаль что нет дополнительного провода папа на три пин то есть их нельзя соединить между собой и запитать через один разъем их придется все подключать по одной штуке но вот у подсветки есть сразу два выхода папа и мама подсветку всех вентиляторов вы можете подсоединить между собой и подключить через один разъем пластик из которого сделаны лопасти самый простой и резиночки резиночки с двух сторон что у нас говорит о плотном прилегание корпусу либо к радиатору по комплекту пока что все теперь давайте откроем другие air slimmer 120 rgb это slim версия 120 15 размером я считаю что размер в нынешних реалиях он становится все актуальней и актуальней потому что вот я сейчас дел делаю сборку компьютера гаражного компьютера и учитывая что там будет стоять маленький корпус для этого маленького корпуса нужно будет какие-то тоненькие вентиляторы и меня подписчики часто спрашивают какие же slim ки ты нам посоветуешь дмитрий и мне приходится советовать в основном но кто а потому что других то я и не знаю у сильверстоуна по моему две модельки slim а и к сожалению у нас только одна возможно в будущем будет еще еще вентиляторы которые мы посмотрим ну какие без подсветки и по идее у них много вот и интересно их тоже будет посмотреть такой вот коннектор четыре пин и три пин я так думаю что четыре пин это для питания и три пин для подсветки свои проводки здесь удлинители вот такой удлинитель это на rgb подсветку точно такой же принцип у удлинителя на питание такой вот коннектор на два вентилятора вы отцепляете если его вам не надо используйте просто удлинитель материал лопастей точно такой же и точно также по всем краям вентилятора резиночки идем дальше вентилятор air blazer 120r что-то похожее на air blazer 120 ай но у него уже скорость скорость вращения 100 2200 оборотов в минуту оборотов в минуту да и он не трех пиновый а 4 пиновый по всему остальному он должен быть абсолютно похож на модель из комплекта 120 light у него в комплекте саморезики и длинные винты для установки либо на кожух блока питания либо на радиатор его достаточно достается а нет я вас немножко обманул по самой форме да нет он вообще не похож нет это совсем другой вентилятор почему-то просто называется air blazer тоже но форма лопастей тоже air balance и он как я уже сказал 4 pin также два провода на rgb подсветку и один на питание по краям резиночки air blazer 120р в в в означает white данный вайт точно такой же наборчик саморезами и удлиненными винтами о достается уже гораздо приятней он абсолютно идентичен предыдущему вентилятору air blazer 120r а ну логично по сути вот один называется air blazer 120р а другой rv абсолютно одинаковые модели просто один в черном варианте другой в белом варианте и главное что белый вентилятор белые провода белые коннекторы и даже белые стяжечки это очень приятно потому что некоторые делают на белых вентиляторах черные провода от этого бывает больно здесь же никакую боль я не испытал один из самых на мой взгляд интересных вентиляторов из всех которые мы сегодня будем смотреть но опять же как мне кажется эта модель shark force 120 rgb почему же он интересен да потому что у него скорость оборотов скорость вращения две тысячи две с половиной тысячи оборотов в минуту он четырех пиновый и кстати не говорил я про подшипник все вентиляторы все вентиляторы на гидродинамическом подшипнике интересно что вот у этого shark force написано флюид динамик биринк остальных гидро гидро биринк но по факту насколько я помню это примерно то же самое ну и дословный перевод флюид динамик биринк это гидро динамический подшипник а гидро биринк это гидравлический подшипник и насколько я помню это плюс минус одно и то же прикольно да он действительно отличается от всех предыдущих как минимум да ладно как минимум тем что у него вот такие вот разъемчики на корпусе для подсоединения проводов весьма интересно 4 пин и 3 пин и по весу как будто бы он чуть потяжелее 160 грамм это shark force так и вот эта предыдущая моделька 134 грамма да а это значит что левая рука меня не обманула и это эта модель наверняка будет более качественно чем все предыдущие еще что я заметил на самих лопастях есть насечки что я думаю и тоже каким-то образом сказывается на потоке воздуха и по всем краям круглые резиночки последний который мы будем смотреть внешне это 100 160 почему тут написано 160 миллиметров здесь вот спереди а сзади написано application 140 типа установка под 140 именно так и есть это у нас 160 она очень очень похожа на модель shark force как минимум тем что у нее на корпусе вентилятора точно такие же разъемчики для подключения 4 пин и 3 пин то есть но питание и подсветки и точно такие же насечки на лопастях формы которых также air balance и наконец переходим к самой интересной части к замеру всех характеристик по стариночке по приборам шумомер для измерения шума анимометр для измерения силы потока и тахометр для измерения оборотов и начнем мы с комплектного вентилятора вот с этого комплекта air blazer 120i light 12 вольт подключаю замеряем поток на расстоянии 15 сантиметров поток 1.4 вплотную 2.8 не лучший результат я скажу но и не самый плохой по памяти могу сказать что это чуть ниже среднего 1.7 он даже показывает на вплотную на 5 вольтах в принципе как бы это нормально да можно его его будет даже запитывать через через 5 вольт возьмем за шум в помещении 41 децибел и выставляем 12 вольт по прибору 45 децибел и могу сказать что 45 децибел это по сути ни о чем количество оборотов 1316 у нас заявлено 1200 плюс минус 10 процентов значит все в норме следующая модель air blazer 120r запускаем в режиме онлайн 12 вольт ого-го дует он просто прекрасно но и шума при этом от него не так мало хотя если учесть все прошлые тесты вентиляторов то 47 и 9 децибел это вполне нормальный показатель для хорошего вентилятора который мощно дует а для форму лопастей air balance мое почтение по прибору давайте сейчас посмотрим два и пять максимальный поток это очень неплохо на расстоянии 15 сантиметров вплотную а вплотную у нас честная четверочка и что можно сказать этот вентилятор как и этот я его не буду мерить потому что по характеристикам они абсолютно идентичны и по форме его можно ставить на вдув лучше лучше будет ставить на вдов и на радиатор то есть конечно по факту вы его можете ставить и на выдув хоть где вы его можете ставить но лучше всего он будет себя проявлять на вдове и на радиаторе и так как вентилятор у нас четырех пиновый он у вас будет работать на разных оборотах и вот давайте посмотрим как он будет дуть к примеру на самых низких оборотах это на 5 вольтах а на 5 вольтах его вообще не слышно вплотную дует 2 и 3 что очень неплохо и на расстоянии 15 сантиметров пусть будет 08 обороты 2155 это при максимальном напряжении все меряем следующую модель и следующим будет air slimmer 120 rgb 12 вольт запускаем думаю вы слышали да он запустился но если смотреть по прибору то по шуму он точно такой же как и air blazer 120r предыдущая модель с расстояния 15 сантиметров поток 2 и 1 и вплотную смотрите к тоже 40 для слив вентилятора я считаю что показатель очень неплохой ну на 5 вольтах история примерно такая же и он даже дует дует тоже неплохо на 5 вольтах аж целых 2 и 5 вплотную по оборотам 1719 следующая модель к shark force который мне был более всего интересен 12 вольт запускаем да ладно 54 децибель чика у нас шум на 12 вольтах уже мне очень интересно как он дует 2 и 6 а вплотную вы только посмотрите целых пять и четыре царских метров в секундочку это достаточно интересно но многие ли будут терпеть такой шум и раз он 4 пин смотрим сколько он дает потока на минимальных 5 вольтах на расстоянии 15 сантиметров поток совсем небольшой 1 и 1 вплотную 3 и 0 что здесь хочется сказать а то что в первую очередь те кто озадачен максимальным охлаждением я думаю такие люди они могут закрыть уши на шум от вентиляторов потому что сложно за более-менее адекватный ценник сейчас найти хороший вентилятор который дует и при этом тихий вариант 1 и он самый дорогой я думаю что вы знаете что это за вариант тут же я честно сказать не знаю цену этого вентилятора сейчас посмотрю не нашел я цену на него потому что скорее всего их вообще еще нет продажи в россии но зато я нашел цену на air blazer который r и на онлайн трейде он стоит 1190 рублей сейчас по оборотам я еще не посмотрел собственно что следовало ждать 2438 оборотов это последних получается вентилятор shark fork 160 и вот было написано что он встает в посадочные места под 140 вентилятор вот это вот рамочка под 140 но он не знаю будет ли будут ли правильные замеры его потока вот в такой рамочки потому что рамка частично закрывает его лопасти в таком случае придется мерить вот сначала в рамке и потом рамку убрать и померить без рамки просто поставить его ой ну вы тоже все слышите в к в корпусе посадочные места такие же отверстие вероятно такое же будет поэтому как мне кажется правдоподобнее будет мерить именно вот на таком кронштейне шум при таких условиях также 54 децибела как и у shark force модели на 120 миллиметров 36 что очень недурно вплотную 5 сразу делаем 5 вольт 5 вольт их тоже хорошо дует 1719 вплотную 3 вообще я в описании оставлю ссылки на таблицы и вы сможете посмотреть теперь давайте я его с рамки с рамки уберу и посмотрим как изменится его шум без этой рамки да собственно шум то такой же единственное что вот можно поток посмотреть вот смотрите как интересно вплотную поток вот сверху сверху 47 опускаем вниз 5 и 3 до чувствую я что видос будет длинный по характеристикам мне больше замерять нечего таблицы я оставлю кому будет интересно можете поточнее посмотреть но вот те модели те модели которые мне приглянулись больше всего естественно это shark force 120 ну исключительно по тем показателям которые по которым они дуют air blazer знаете по по внешнему виду они один в один если я не ошибаюсь схожи с вентиляторами xpg vento которые комплектные идут в корпусах xpg вот точно точно такие же только вот я не помню если на вентиляторах xpg по три насечки на каждой лопасти возможно это уже решение самой компании silverstone но по всему остальному по форме лопастей и по корпусу вентилятора они абсолютно одинаковые даже тип подсветки точно такой же то их можно рассматривать как самый универсальный вариант но тут же ставит под вопрос их универсальность цена в 1200 рублей я считаю что цена завышена потому как за этот ценник можно уже очень много вентиляторов их ну реально просто очень много но в случае если вам нужен прям подсветка какая-никакая да но она тут есть сейчас будем смотреть ну мне в целом могу сказать что подсветка с центра она ну не смотрится ни на каких вентиляторов не люблю подсветку с центра так вот если кому-то нужна подсветка и хороший продув silverstone shark force рекомендую опять же надо будет ждать цену и смотреть какая у него будет цена при цене в 1500 рублей вентилятор думаю будет востребованным как и моделька shark force 160 учитывая что у нее посадочные крепления под 140 и проблем с установкой этого вентилятора не будет я устал говорить давайте посмотрим подсветку и будем заканчивать нет я не устал говорить я еще хочу сказать про вот эту сливку если вы найдете ее в продаже сейчас кстати посмотрю на онлайн трейде ее точно нету возможно она будет в dns и ну в общем если вы найдете эту модель в продаже и она будет стоить я думаю что не будет она стоить больше тысячи рублей сливки они самые наверное редкие вентиляторы и одни из самых востребованных как я уже говорил сейчас потому что многие хотят делать компактные системы а компактная система они подразумевают тоненькие вентиляторы в связи с этим вероятно что цена в тысячу рублей за хорошую сливку еще с подсветкой будет вполне адекватный все теперь точно давайте подключать их и смотреть на их подсветку вот я подключил все вентиляторы rgb у них у всех я засинхронил через один контроллер вот этот маленький который идет в комплекте с набором ставлю вот свой любимый цвет что мы можем видеть я все модели подпишу по яркости вот можно сразу заметить что shark forks 120 светит тусклее всего тускнее всего самая яркая белая потому что она белая потом наверное идет 120 это слинка и потом все остальные они примерно одинаковые вот это набор и и 160 к но по белому наверно даже понять не будет ну я думаю что стандартный набор режимов на этом все надеюсь что обзор был полезен вам и вы сможете выбрать тот вентилятор который вам нужен спасибо что смотрели обнял и пока смотрите еще заметил что вот у вот этой слинки у нее заявленный ресурс в семьдесят тысяч часов то очень неплохой показатель по крайней мере среди всех остальных потому что вот у этого air blazer допустим у него вот 40 тысяч и у всех остальных 40 тысяч вот только я не увидел вот у shark force здесь не написано сколько у него заявлено и еще вот смотрите вот у этого контроллера на обратной стороне здесь магнитик что считаю тоже очень удобно